Ребят, привет! Вы находитесь на канале MyBike, меня зовут Дмитрий, а мне пришло очередное деталь для фэтбайка. Давайте посмотрим, что мне пришло. А пришли мне вот такие вот ролики для заднего переключателя с неблагозвучным для России названием Favno. В комплекте у нас идёт сам ролик пластиковый на промо-подшипнике, заглушки, на которых как раз написано Favno. И две вот такие вот втулочки. Я так понимаю, они и служат адаптером для разного диаметра болтов, крепящих этот ролик в задний переключатель. Так, ну, собственно, мне пришло два одинаковых ролика. 14 зубцов. И, что примечательно, они имеют переменную ширину этих самых зубцов. У меня, как вы знаете, по моему инстаграму или другим социальным сетям сломался зуб на нижнем ролике переключателя. Видать, я ветку поймал какую-то. Ну, собственно, вот решил заменить. Там у меня ролики 13 зубы. Но, как вы понимаете, если narrow-wide, то предполагается чётное количество зубцов. У производителя есть ролики 12, 14, 16 зубцов. Я выбрал 14. Может было, конечно, поменьше, но в таком случае, получается, шума было бы больше. И лапка бы сильнее отклонялась назад. Но тут ещё, конечно, нужно учитывать то, чтобы эти ролики помещались в ограничитель лапки. Давайте взвесим ролик. Один ролик без заглушки адаптеров весит 10 грамм. Если добавить заглушки, получается 12 грамм. Если добавить какой-нибудь адаптер, а всё равно получается 12 грамм. Даже если два адаптера добавить, вот только так увеличивается вес, и то прыгает с 12 на 13. В общем, они практически невесомые, и остановимся на весе 12 грамм. Ну, а теперь давайте поставим эти ролики в мой переключатель Sensei SRX 12 скоростей. И посмотрим, как они там себя будут чувствовать. Давайте пока даже без разборки лапки посмотрим, насколько будет больше, насколько будет подходить ролик 14 зубцов. Ну, как видите, ёмкость ограничителя позволяет устанавливать 14-зубые ролики. Вот, кстати, зубчик, который обломался. Цепь буду снимать с помощью вот таких вот монтажек. С помощью них же я, собственно, бортировал вот эти вот покрышечки Терне Джонни 5. И они у нас превращаются в вот такие вот щипцы для размыкания цепи. Так, вставляем, нажимаем. Заодно сделаем профилактическую чистку цепи. Ну, а теперь выкрутим ролики. 12,5 зубы ролики я выкрутил нижний. Теперь выкрутим верхний ролик. К сожалению, здесь нет упора, как в переключателях срам, чтобы лапка фиксировалась. Поэтому нужно вот так вот изгаляться. А, ещё не попадёшь. Так, всё. Пошло дело. За кадром я привёл лапку в порядок, протёр её, помыл. А теперь нужно понять, какие переходники нам понадобятся. Вот, болтики выкручены из переключателя. Давайте померим их диаметр. Болты у нас диаметром 5 мм. А заглушки имеют отверстие 6 мм. Так что, вероятнее всего, нам подойдут вот эти вот переходнички. Они внутри диаметром чуточки больше 5 мм. Ну, а тут, соответственно, 6 мм. То есть, вот так вот вставляем заглушки и вставляем переходничок. И со вторым роликом сделаем то же самое. Ну, а теперь давайте прикручивать. И да, предварительно надо смазать резьбу болтов фиксатором резьбы. Синим разборным. Чтобы удобнее было работать, я зафиксировал лапку с помощью кусочка малярного скотча. Он легко потом удаляется. Ну и начнём с нижнего ролика. Кстати, ролики здесь совершенно симметричные. И вставляем. Не затягиваем до конца. Потому что нам ещё нужно сделать так, чтобы болт попал в резьбу. Так, он это сделал. И теперь можно затягивать. Переустановим чистенькую цепь. Ого. Цепь установили. Теперь нужно её замкнуть. И, кстати, несмотря на то, что диаметр роликов увеличился, длина цепи у нас не меняется. То есть, её не нужно увеличивать никак. Потому что это не зависит от длины цепи. Единственное, нужно сейчас будет настроить wind bit tension. Положение верхнего ролика относительно большой звезды кассеты. И, кстати, посмотрите. Здесь у нас цепь не задевает ограничитель. То есть, всё нормально. Видите, расстояние между верхним роликом и большой звездой кассеты практически нулевое. Должно быть около 5 мм. Поэтому вставляем шестигранник и начинаем вкручивать, чтобы это расстояние увеличить. То есть, ещё назад оттягиваем переключатель. Вот так вот лучше. Трансмиссия работает идеально. Ну, а теперь давайте посмотрим, что тут по люфтам. Так. Ну, небольшой люфтик у роликов есть. Потому что есть зазор между втулочкой и болтом. Есть ещё небольшой зазор между втулочкой и вот этими заглушками боковыми. Поэтому чуть-чуть люфт есть, но он и должен быть. А вот зазор между покрышкой 5-дюймовой и цепью 12-скоростной тут практически ну равен миллиметру. Раньше на старых роликах почему-то этот зазор был немножечко больше. Но совсем немножечко. Давайте поближе посмотрим на зазоры. Даже сейчас покручу колесо. Видите, цепь не задевает, но зазор реально где-то миллиметр. Так что если я захочу переходить на 105-й карбоновые обода Nexty с 5-дюймовой резиной TRN, мне придётся переходить на 10-скоростную трансмиссию. Потому что у 12-скоростной трансмиссии кассета уходит вглубь колеса. Чтобы сохранить приемлемые зазоры между звёздами и при этом быть 12-скоростной. Соответственно 10-скоростная кассета она уже. Ну и цепь соответственно будет иметь больше зазор. Ну в принципе на самую большую звезду кассеты я перехожу не так уж часто. Тем более скорая вместо 30-ти зубой передней звёздочки я поставлю 26. Это вот такой небольшой спойлер. Соответственно эта звезда у меня будет на кассете использоваться гораздо реже. Соответственно проблем с зазором не будет. Ну и в принципе проблем с зазором нету. То есть вот всё вращается. Да, если только супер какая-то грязь налетнет. Ну, что поделать. За что могу сказать определённо точно. Так это то, что с роликами фавно переключать эссенции смотрится ещё более брутально и современно. Прям вообще огонь. А если вам понравился ролик, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Неважно где, на Дзене, на Ютюбе, в ВКонтакте, в Телеграме. Да хоть в запрещенном Инстаграме. Подпишитесь, поддержите меня в моём деле. А я вам желаю удачи. И пока. Субтитры подогнал «Симон»